всем привет с вами марка в этом видео небольшой лайфхак мне этот способ более удобный чем сидеть тереть скрепкой сдирать остатки старого скотча который находится по вот этой части по бокам вот я использую бормашинку использую сверло и влажную салфетку вот давайте сейчас я покажу как я это делаю на обычное сверло я наматываю салфетку и с нижней части я ее фиксирую скотчем влажным и вот этой части сейчас я включу его будем остатки старого скотча будем сдирать но при этом я кончик вымачиваю в средстве для стекла только кончик чуть-чуть слегка вот чтоб сильно не разбрызгать прежде чем сверлить сейчас я вам что покажу то есть здесь стоял три с половиной дюймовый диск вот я прикручиваю всегда на один винт достаточно прочно крепко и он практически ну жестко сидит вот винты которые шли на жестком диске обязательно оставляем внутри компьютера потому что при вдруг в будущем владелец захочет поставить жесткий диск поставить ssd сюда в эту область обратно часть платы писаешь поэтому винты мы оставляем здесь вот так будет правильно надеваем очки чтоб стружка брызги к нам в глаза не летели не так будет и запускаем наши эти цики и 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 так а теперь я вам покажу наглядный пример видите остатки старого скотча не есть сейчас я возьму вот эту штуку и прям на ваших глазах зачищу а Звучит музыка. Звучит музыка. Как вы видите, вот эта часть, она уже не липкая, то есть зачищается очень хорошо. И потом наш двухсторонний скотч очень крепко клеится, очень хорошо ложится. Вот видите, поверхность уже зачищена, и можно смело наносить наш двухсторонний скотч, чтобы закрепить нашу матрицу. Вот. Ну, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если у вас есть вопросы, напишите в комментарии, я на них отвечу. Пока-пока, до следующего видео.